На круги своя вернемся мы. Вы отдыхаете за бугром из Магнитогорска, вот только зачем? Ярмарки в городе, это дешевые шмотки, 3 ГЛЦ рядом, и, и, и... Аквапарк. Ценники знаете? Итак, по ценникам. Путевка в All-Inclusive минимум 50 тысяч рублей на человека. В таком месте комнаты будут меньше. И меньше горок, да и море маленькое, в смысле оно большое, пляж маленький, что в этом аквапарке? Комнаты от 50 US$, или сами пересчитайте, 4 горки и бассейн из джакузи. А про еду мы поговорим особо. Очень, 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 реально очень круто. Я вам об этом серьезно говорю? Это очень круто. Ресторан Laguna, гостичный корпус, водопад чудес. Да, 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 да. В нашем комплексе есть такое место. Да. Очень крутое, качественное место. Теперь мы, я немножко пройдусь о нашем телевидении, да? Ну вот, почему я это делаю? Ну, наверное, потому что я очень много чего кушал в этой жизни. Вот, за, как бы вам сказать, одно дело-то было, когда моя бабушка была, ну вот, она была старшим товароведом, общепитанным, ну-ка. А потом мы уже ездили вместе с Андреем Хиловским, сдавали фильмы разные. Мало того, я был личным оператором у Виктора Филиппа Черашникова, то есть там покушал очень хорошо, ну и за рубежом тоже был. То есть есть о чем я вам могу рассказать, поверьте мне. Много-много-много-много-много кушал. Теперь вопрос другой. Часто ли вы в городе Магнитогорске можете покушать такие же вещи? Часто ли? Я думаю, что не совсем часто, потому что, потому что количество поваров, какое-то оно у нас, конечно, много. А мы вам выбрали, я считаю, идеальный вариант, ресторан Лагуна, для того, чтобы вы могли, во-первых, здесь покушать, во-вторых, я не совсем понимаю, я посмотрел здесь ценники. Кстати, ценники абсолютно нормальные, то есть, ну, мы не будем говорить, что ресторан-то место вашего качественного отдыха. А это и есть место вашего качественного отдыха. По одной простой причине. У нас много-много-много ресторанов. Вопрос возникает другой. Если бы вечером захотели бы там потанцевать, сможете ли вы там это сделать? Я говорю о качественных ресторанах, которые располагаются в местах стандартного пользования. То есть, это обыкновенное, ну, как бы я только сказал, будем говорить, что это... Да-да-да, обыкновенное здание и внутри, если вам. До скольких времен вы сможете послушать музыку? Я вам объясню. Всего же до 11 часов. Здесь, сегодня, сейчас. Я скоро буду попасть вам вон, давайте, не торопитесь. Вот, вы можете музыку послушать круглую ночь, круглую ночь, потому что хорошая техника есть. Теперь, когда мы решили покушать, к чему все это дело привелось? То. Вот. Я довольно часто кушаю в различных других местах, и не скажу, что это настолько вкусно, потому что, ну, извините, подвинитесь, я тоже кое-что готовить умею, а хочу попробовать, как здесь мне приготовить. Да, это салат из креветок. Я смотрю, что здесь есть еще и мидии, я смотрю, что здесь есть еще и семга. То есть, ну, непростой такой салат, мягко так скажем. Давайте попробуем. Вау! Я кое-что объясню. Естественно. То есть, я не так часто кушаю настолько качественные продукты. Вы наверняка поняли результат. Для того, чтобы качественно приготовить, вам и старание надо, и умение. А еще... Я всегда говорю, что лагуна это то, что должно быть. Я просто покушал сначала мидии. В смысле, сначала... Не мидии. Сначала креветки я покушал. Теперь я хочу семгу. Ну, и на закусочку мидии. Они прямо вот идут. Мне говорят... А я передаю свои ощущения. Просто изумительно вкусно. И даже если у вас что-то случилось. Даже если вы просто... Ну, мы будем говорить о финансовой составляющей вашего бюджета. Оптимальный, грамотный вариант в пределах от 500 до 750 рублей. Вы здесь появляетесь. Вы здесь кушаете. Можно и за большее заказать. Можно и за меньшее заказать. Меню есть. И после этого... А я вам гарантирую. Вы просто придите. Просто придите и попробуйте. Если я говорю, что это вкусно. А я говорю качественно, что это вкусно. То вам необходимо обязательно сюда прийти. А сейчас мы попробуем что-нибудь на второе. Вот. Ну, просто... Ну, просто... Вот так вот. Поверьте мне. В данном случае я ни капельки не вру. Как это хорошо. Не торопясь так перекусить. Это даже не перекус. Это какое-то большее удовольствие от такого перекусывания. К слову о том... Ну, вы думаете, что я в свое-то время тогда еще покушал? Ну, да. То есть до 2006 года я работал на комбинате. Да. Аромат был. А после 2006 года... Что случилось? А после 2006 года в течение пяти лет дядя Алексей Челейкин вместе со своей супругой ездил по пятизвездочным отелям в Турции и в Египте. Да. И мы там очень много чего кушали. К слову, мы два раза ездили. Один раз в Турцию, другой раз в Египет. И потом, естественно, отдыхали также в пятизвездочных отелях. То есть, ну, неплохо было. Ну, совсем было неплохо, реально. Теперь давайте все-таки определимся. Раз я по всем этим отелям проехался, да, то есть надо предлагать сколько, да? То есть, в каждой поездке было красиво, ровно и замечательно. Так, чтобы было понятно, да? Я не буду говорить, что везде идеал. Нет, не везде идеал. Везде, конечно, круто. Но давайте все-таки определимся, насколько хороша кухня от ресторана «Лагуна». Так вот, то, что я поел в первую очередь, я бы ее приравнял по уровню приготовления пищи и по качеству только к нескольким отелям в разряде all-inclusive. Потому что они все, конечно, готовят просто изумительно. Все готовят просто хорошо. Но давайте поделимся, насколько качественно они готовят. Они, конечно, очень качественно и хорошо готовят, но так, чтобы во всем аромате и красная рыба, и креветки, и меди, и не каждый отель это делает. Даже поверьте мне. Да-да-да-да-да-да-да. Так что я не буду говорить, что это было плохо. Далеко не было плохо. Мне вот сейчас принесли еще медальончики. Тоже так неплохо сделано, да? И пока я вкушаю, раз вы должны понять, да, то, что здесь было очень хорошо и красиво, вот, я задам вопрос, а вы подумайте. Конечно, поездки за рубеж дело-то не дешевое, особенно туда, куда я ездил. То бишь, тамошние поездки, в тех отелях, где было настолько же вкусно, по деньгам, это, ну, не маленькие денежки, если честно. Да как так можно сделать медальончики, что они по вкусу, как шашлык. Во! Представляете, какие медальончики здесь делаются? Ну, это гарнирчик, очень неплох. Очень неплох. Капуста. Ну, ребята, я вам честно скажу, пересчитывая все те супер-отели, в которых я отдыхал, это все абсолютно не дешево и не для каждого. Туда могут поехать из наших человеков, ну, наверное, 2-3% из всего общества качество будет точно таким же. Возникает вопрос, а стоит ли вам туда ехать? Ну, давайте все-таки определимся. То есть, даже если все это дело собрать воедино, да, где вы можете очень вкусно покушать? Я не буду говорить о других местах, но то, что готовится здесь, мне очень нравится. Врать я вам не буду 100%. Если у вас возникают какие-то проблемы или вопросы, зайдите сюда и получите дивное удовольствие. Мало того, чем хорош этот комплекс? Во-первых, аквапарк. Во-вторых, ресторан для всех и для тех, кто здесь может хорошо отдохнуть. Никаких проблем. Музыка работает и работает всю ночь. Мало того, есть банкетные залы, которые мы вам тоже покажем. То есть, в принципе, в этом комплексе вы получаете все удовольствие сразу. поплавать, отдохнуть, расслабиться. Некоторые люди могут здесь и провести время. Мы потом покажем, как все это делается. Я не видел еще такого места. Место очень хорошее и грамотное, поверьте мне. А насчет цены, ну давайте все-таки определимся. Если мы все это дело перещелкнем, то я не думаю, что цены этого комплекса очень большие. Абсолютно небольшие цены. То есть, ну, если уж кто-то к вам приехал, у вас дома ничего не получается, а почему вы его здесь не оставите? То есть, он отдыхает, он получает удовольствие, он хорошо и качественно питается, причем так питается, как извините. Ну, если честно, я так сделать не смогу. Хотя, я, конечно, буду сильно-сильно стараться, но я снимаю шапочку перед тем, кто все это дело готовит. Я снимаю свою шапку, потому что готовит он это дело просто изумительно. И, в принципе, у нас в преддверии замечательные праздники, да? Если вы сюда придете, вы уж 100%, 100% не пожалеете, я точно вам говорю. Здесь 4 звезды, хотя я бы дал 5. И все так вкусно, что мы спросили человека из Индии. Как специалист, я вам скажу, что индийская кухня входит в мою тройку лидеров. Расскажите мне, пожалуйста, как вам нравится ресторан Лагуна и отдых здесь. Это лучший ресторан города. И мне нравится курица, рыба, соломоновая рыба и супы из грибов. Все очень, очень вкусно. И это то, что нужно для меня. Так вот, не только я говорю. Хотя вы это можете вкусить постоянно. Цены и качества место одной из лучших в городе. Причем, качество по повару это практически как у шефа нашего. Кроме всего, ресторан Лагуна и эта тема, а еще есть место лучшего качественного отдыха на Новый год или юбилеи. Я честно побывал везде. Так вот, круче аквапарка нет нигде. Уж поверьте мне. А теперь, вернувшись к другому чуду Магнитогорска. Да, бассейнов много, но пока только один готов вам предоставить качественный отдых для всей семьи. В общем-то, беря во внимание тамошние ценники, я говорю вещи правильные. Отдых такого уровня в Турции или Египте со всеми вытекающими последствиями, это 150 тысяч долларов на семью из трех человек на 14 дней. Здесь та же сумма, но уменьшенная в 150 раз. Вы ничего не понимаете? Так пересчитайте и просто поймите. А можно и дешевле, а можно за оную сумму или уменьшив ее вдвое, отвязно отдохнуть на 30 человек на Новый год. Но поверьте мне, круче обстановки в Магнитогорске, если честно, вам не сыскать. Субтитры создавал DimaTorzok